Приветствую вас и страх измен, он же ревность, это всегда страх одиночества. То есть, посмотрите, вы боитесь как таковой неизмены, потому что она сама по себе не страшна, как явление, вам от этого угрозы никакой нет. Вы боитесь не измены, а того, что за ней последует именно для вас в первую очередь. Вот это то, чего вы боитесь. И вопрос о том, что для вас означает измена, является самым важным. Ну, вы можете сказать, например, допустим, предательство. Измена – это предательство. Ну, хорошо. Допустим, измена – это предательство, ладно. Но это уже произошло, это уже случилось. И если это предательство, то это означает, что человек не ваш, и как бы вам с ним не по пути с этим человеком. И значит, что измена вскрыла тот факт, что он не ваш. Казалось бы, нужно радоваться. Казалось бы, это означает, что этот человек освободил вас от себя. Но нет, вы боитесь. Вы боитесь, вы не можете этот факт принять и допустить, потому что он для вас, именно для вас, имеет очень большое значение. Вопрос, конечно, только в том, какое именно значение он для вас имеет, этот факт измена, и почему. Вот вы написали вначале о том, что вы встречали женатым мужчиной. Вам коллега, в свою очередь, ответил, что призваться женатым мужчиной, то есть не позиционировать себя, как достойную, единственного положения женщину. Все это свидетельствует о наличии у вас проблем с самооценкой. Если это так, если это действительно так, если у вас действительно есть проблемы с самооценкой, то с этим, в первую очередь, и нужно работать. Действительно так, как сказал вам мой коллега. Дальше уже будет понятно. Но вы сейчас можете для себя уже начать определять, что будет, если ваш муж вам изменит. Какие мысли, например, придут к вам? Какие изменения в вашем восприятии себя у вас будут? Я рекомендую вам на эту тему подумать. Я рекомендую вам определить именно этот момент. А там дальше уже будет видно, что конкретно, что именно вас беспокоит. Потому что это может быть и неуверенность в себе, которая берет на себя, значит, из детско-родительских отношений и так далее. Нужно разбираться. Так что, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы или что-то непонятное из моего ответа, пишите в личку. Буду рад помочь вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Буду спасибо всем! Друзья, спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok